Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об очередном ноже, который был предоставлен для обзора новосибирским магазином ножей клинок. И будет это нож производства компании GANZA G727. Говорим мы о нем, сравнивая его с оригинальной моделью, ножом компании Ontario, Ontario Red 1, так называемая крыса. Китайская компания GANZA наконец-то решила сделать что-то крысоподобное, и вот мы сейчас сравним, что у них из этого дела получилось. Ну, в первую очередь, конечно, следует указать на самое очевидное различие, которое здесь есть, это замки этих ножей. На оригинальной крысе исполнен лайнер-лок, кто не знает. Вполне такой обычный замок, наиболее такой понятный, достаточно надежный для экстремальных ситуаций, в которых предполагается пользоваться оригинальной крысой. Компания GANZA же на своем ноже установила Аксис-лок, который они честно скоммуниздили у компании Benchmade. Никакого роялти они за него не платят, делают они его несколько погано. Но, тем не менее, как бы считают необходимым поставить его практически на все возможные модели ножей, потому что, видимо, надежный лайнер-лок они, не знаю, не хотят или не умеют делать, а надежный, по их мнению, замок Аксис-лок они делают уже давным-давно. Ну, собственно говоря, говорить о качестве этого замка в сравнении с оригинальным замком, который делается на ножах компании Benchmade, который был сделан Макгенви Вильямсом. Я даже, честно говоря, не хочу, уже в котором видео говорю, что, на мой личный взгляд, у компании GANZA неудовлетворительное качество работы этого замка. Не больше и не меньше. Теперь второе отличие такое очень сильно важное. Я думаю, что вам сейчас достаточно хорошо должно быть в кадре видно, что ножи отличаются по размеру. Вот, собственно говоря, такая разница. Я подробности измерения здесь проводить не буду. Насколько? Чего тут отличается? Факт то, что китайский нож меньше. Все. Это факт. Причем он меньше по всем абсолютно габаритам. То есть, видите, что и клипсы разного размера, и клинки разной длины, рукоятки имеют разный размер. Здесь все разное. Вот. То есть, при этом у китайского ножа сохранена пропорция оригинальной крысы. Это не отнять. Но нож в целом меньше. Теперь давайте, наверное, по каким-то таким моментам изготовления пробежимся. Ну, во-первых, наверное, начать стоит, конечно, с клипсы. Так вот они выглядят вместе. Как видите, клипса у китайского ножа меньше в соответствии с его размерами. Но, тем не менее, китайцы постарались сделать ее похожей на оригинальную клипсу. С точки зрения внешнего вида им это вполне удалось, но есть один такой не совсем приятный, что ли, момент. Крыса на китайском ноже значительно менее эластичная. То есть, я вам вот так вот сейчас покажу, и какая она тут на китайском, ой, на оригинальном ноже можете видеть. Вот. В принципе, это не делает ее нерабочей, просто делает ее немного менее удобной. Кроме того, есть такой момент. Я его, конечно, оцениваю очень субъективно, но, тем не менее, благодаря изменению габаритов ножа и габаритов клипсы, вот в таком вот молоточном хвате, вот эту клипсу я слишком сильно ощущаю в руках. То есть, прям очень неудобно и очень некомфортно. На оригинальном ноже такого нет. Вот. То есть, вот этот момент вполне, ну, надо знать о нем, если вы как бы думаете, что вот когда-то вы владели крысой, а хотите купить что-нибудь по эргономике на нее похоже, но несколько дешевле, чем сейчас это есть. То есть, это работать не будет в этом смысле. Немного менее удобно. Китайский нож обладает также несколько другой конструкцией в плане сборки самого ножа. Как видите, он собран всего на двух бонках, против оригинальных H4 бонок у оригинальной крысы. И, кроме того, обратите внимание на разницу в толщине упорных штифтов. Я говорить ничего не буду в подробностях, да, чем это хорошо или плохо, просто они разные. Хочу, чтобы вы это знали. Накладки у китайского ножа, выполненные из G10. У оригинального ножа они сделаны из тефлона. И, в общем, несмотря на вот такую разницу в размерах, которые вы здесь видите, оригинальный нож весит больше всего на 10 грамм. Вот этот момент присутствует. То есть, видимо, это благодаря тому, что именно использованы разные материалы. В общем-то, у обоих ножей не облегчены лайнеры. Можете обратить внимание, что это сделано как здесь, так и тут. Но, тем не менее, разница в весе, несмотря на такую разницу в размерах, довольно-таки небольшая. Теперь кое-что об эргономике еще этих ножей вместе хочу сказать. Во-первых, есть такой момент. У крысы есть достаточно такая легендарная особенность, ну, то есть, как бы, скажем так, достаточно интересно придуманная, интересно работающая. Это вот такая вот достаточно большая площадка на рукоятке, которая переходит в чойл, позволяющая проводить именно строгание через чойл, такое достаточно удобное и аккуратное. Вот обратите внимание, как у меня лежит палец на оригинальном ноже. Ну, то есть, видно, как это просто происходит. Запомните немножко, потому что я сейчас возьму китайский нож. И тут получается вот такая штука. Благодаря изменению размеров, здесь вот такое удержание несколько более травмоопасно. Ну, как мне кажется. Причем, вот, ну, палец может и сюда срываться, потому что мне вот лично здесь места не хватает чуть-чуть. И, собственно говоря, на кромку ему соскочить значительно легче. Есть вот такой вот момент. Кроме того, честно говоря, мне не хватает места и на обухе немножко. То есть, да, при фехтовальном хвате здесь все более-менее нормально, но при таком вот строгании немножко как-то мне неудобно. У китайского ножа, кроме того, немного более толстый клинок. Я их вот старался измерить в самом толстом месте, где-то вот здесь и вот здесь. У оригинального ножа компании Ontario вот толщина клинка я лично намерил 2,7 миллиметра, а здесь 3,2 миллиметра. Примерно вот так. То есть, разница почти 0,5 миллиметра. Ну, в общем, как бы для кого-то это хорошо, для кого-то плохо, но, тем не менее. Интересно, вот не знаю, насколько вам сейчас в кадре видно, у ножей сделан достаточно похожий сатин на клинке до полировки. Не знаю, насколько вот камера сейчас вам покажет. Ну вот, надеюсь, что видно. Сатин такой похожий. И оба ножа, кстати, очень здорово лапаются пальцами. Вот ничего не могу поделать, что в обзоре все время хочется ножи протирать, потому что хочется, чтобы они в кадре блестели, а на обоих постоянно остаются следы от пальцев. Есть вот такой вот момент. Ну, это, по крайней мере, похоже на оригинал. Наверное, это не так уж и плохо. Теперь, пожалуй, давайте мы немножечко поговорим о 727 вне контекста его старшего брата, да, или, наверное, про родителя, отца, деда. Не знаю, как правильно назвать, кто тут к кому, кем приходится. Вообще, если посмотреть на 727 модель в отрыве от оригинального ножа, то я бы сказал, что среди ножей компании Ганза, которые мне случалось видеть, вот эта модель ножа является одной из, пожалуй, самых интересных. Потому что, во-первых, в ней все-таки, пусть и не совсем точно, но они сумели перенять эргономику оригинального ножа, и это очень здорово. Во-вторых, есть такой момент, не знаю, насколько, конечно, вам это будет видно, здесь не такое уж топорное сведение. То есть, как бы здесь и какой-то угол заточки более-менее вменяемо использован. Ну, как видите, прям такие, очень такие длинные подводы, потому что пытались оригинальный угол сведения как бы изменить за счет угла заточки, как бы, да, чтобы, ну, извиняюсь, если я сейчас тавтологию сказал. В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, здесь сделали как-то более-менее по-человечески. Риск действительно достаточно хорошо этим ножом можно, действительно достаточно удобно. Ну, и, конечно, что очень важно для российского рынка, что крыса, будучи ножом, который, скажем так, в свое время имел, ну, такой приз за лучшее соотношение цена-качество, в данном случае она таким ножом быть, ну, в некотором роде перестала, потому что все-таки это достаточно дешевый нож. В оригинальном исполнении, так скажем, да. Вот. Но в связи с падением курса рубля в прошлом году, он стоит сейчас достаточно дорого. То есть, существует сопоставимого и даже, может быть, лучшего качества ножи российских производителей, которые стоят несколько дешевле, чем оригинальная крыса. И ей приходится с ними конкурировать, чего раньше не было. Вот. А сейчас, когда появился вот этот нож компании ГАЗа, ну, я насколько понимаю, цена ему должна быть несколько дороже тысячи рублей, но, тем не менее, дешевле двух. То есть, я вот точно сейчас не берусь сказать, сколько он стоит, просто у меня это вылетело из головы. Я достаточно долго к этому обзору шел, поэтому забыл уже, честно говоря. Но факт то, что этот нож стоит минимум в два раза дешевле, чем этот. И поэтому, вот эти маленькие такие отличия, они, пожалуй, в общем-то, не являются столь существенными для того, чтобы сравнивать по ним два ножа, которые вдвое отличаются в цене. Поэтому, в принципе, хочу сказать следующую вещь. Что если вы давно хотели купить крысу, а по причине ее ныне увеличившейся цены она стала вам недоступна, то нож компании ГАЗа вполне можно рассматривать в качестве покупки вместо крысы, но здесь необходимо понимать вот те разницы, которые я в кадре сейчас показал. Конечно, для меня лично самая ужасная неудовлетворительная разница является ГАЗовский замок Аксис Лок. То есть, все остальное я бы, в общем-то, стерпел и считал бы, что для дешевого ножа здесь все достаточно хорошо сделано. И так как это в оригинале очень хорошо придумано, здесь она бы тоже хорошо работала. Вот этот замок лично для меня все это дело несколько подрывает. То есть, его бы тут не было, я бы вообще сказал, что это очень неплохая копия оригинальной крысы. Но так как замок опять они поставили Аксис Лок, то, ну, как бы для меня, это представляет определенное расстройство. Впрочем, я надеюсь, что будет так же, как было с некоторыми другими ножами, на которые они вначале на их копии поставили свой Аксис Лок, а потом сделали на них оригинальные замки, которые предполагались оригинальной конструкцией. То есть, в данном случае появится лайнер лок, я надеюсь. И это, собственно говоря, тогда вообще обратило бы даже мое внимание в сторону вот этого ножа. Потому что лично мне кажется, что, ну, по крайней мере, как-то на подарки там людям, которые глубоко сильно в ножах не осведомлены, но зато как бы время от времени пользуются ими в рабочих целях, этот нож будет вполне и вполне неплох. Кроме того, хочу заметить, что на нем применена сталь 440С, а не АУС-8, как на оригинальном ноже, что, в общем-то, достаточно хорошо, так как вот ГАНЗовская 440С, она в тестах себя показывает, ну, скажем так, как минимум не хуже, чем АУС-8 оригинальная, а то и, пожалуй, я бы сказал, что на мой так личный вкус, она, пожалуй, лучше. Вот такие у меня остались мысли об этом ноже. Надеюсь, что вам все это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока!